Пожарные учения прошли в 17 километрах от Владимира на территории крупного производства промрукав. В них приняли участие огнеборцы из Суздальского и Владимирского спасательных гарнизонов. В реальных условиях это был бы пожар высокого уровня сложности в связи с большим количеством цехов, производственных и складских помещений, на которых находятся очень горючие вещества. Применяются и ПВХ, и пластик, и другие горючие, едкие материалы. Соответственно, примечательно пожар на таком объекте интенсивностью горения, большим тепловым излучением. Соответственно, необходимо привлекать большое количество личного состава, вообще в принципе сил и средств. Согласно легенде учений, пожар на складе готовой продукции произошел в результате короткого замыкания. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Всего в учениях приняли участие 40 пожарных. Из них порядка 30 участников тушения и 10 посредников, которые оценили правильность действий данных подразделений. Цель учения – освоить навыки ориентировки на охраняемом объекте и отработать слаженность действий всех пожарных подразделений. Добрались до очага пожара, обнаружили угрозу обрушения строительных конструкций, вернулись на свежий воздух. Подобные учения для сотрудников МЧС – это еще и возможность обкатать новую технику. Для тушения такого промышленного объекта, как промрукав, необходимо большое количество воды, в том числе для охлаждения несущих конструкций и предотвращения обрушения здания. Поэтому на подмогу прибыл насосно-рукавный комплекс на базе Урала. Так что условный пожар был быстро локализован и ликвидирован. Достаточно новый автомобиль с большой производительностью в 130 литров в секунду может обеспечивать работу одновременно большого количества стволов повышенного расхода.